МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если раньше Мокку продавали только с турбомотором объемом в 1,4 литра и мощностью 140 лошадиных сил, то теперь те же 140 лошадиных сил можно получить безо всякого турбонаддува. Для этого под капот небольшого кроссовера поселили атмосферный двигатель объемом в 1,8 литра. Чтобы выяснить, стоит ли вместо маленького и технологичного мотора покупать двигатель попроще, но побольше, мы запланировали несколько тестов. А начнем мы отсюда, из Загреба, столицы Хорватии. Хорватия нам знакома, во-первых, как часть бывшей союзной Югославии, а во-вторых, как популярное курортное место. Но есть у хорватов и более существенные исторические заслуги. В свое время именно хорватские солдаты, воевавшие в армии Наполеона, начали повязывать на шею платки, причем делали они это без особенного практического смысла. На вопрос французов, а что это у вас такое на шее, незнакомые с языком Вольтера хорваты просто называли свою национальность. А во французском языке появилось слово «ля кроват», то есть «галстук». Так что если и есть на свете столица современного делового стиля, то это не Париж или Милан, а как раз Загреб. Мокко – автомобиль, безусловно, стильный. Как и все современные опели, он несет на себе авторскую печать вице-президента по дизайну Марка Адамса. Именно этот человек придумал знаменитую ударную волну. Именно его усилиями современные опели выглядят гораздо дороже своей денежной стоимости. Мокко одновременно и похожа, и не похожа на остальные опели. На ее боковине есть знаменитая ударная волна, ставшая родовым признаком автомобилей Марки. Но фары, арки, бамперы – все элементы дизайна вылеплены не так, как у остальных опелей. И все равно опель в Мокке узнается, даже если оторвать эмблему. Главное, Мокко не похожа на ближайшую родственницу – Корсу. Различия не ограничиваются внешностью и продолжаются в интерьере. Пластик дорогих версий изо всех сил прикидывается кожей, которую так любят владельцы больших внедорожников. Впрочем, материалы Мокки на ощупь гораздо приятнее шкур убитых животных. Ну и, конечно, здесь нашлось место для фирменных хромированных кантиков и прочих украшательств, создающих внутрисалонное настроение. А вот чего тут нет, так это женственности и кокетство. Маленькой машине это только на пользу. Диапазоны регулировок здесь совсем не женские. Руль регулируется просто в огромном диапазоне. Это приятная особенность всех современных опелей. То же самое можно сказать о водительском кресле. В дальнем положении я с трудом достаю до педалей. Кроме того, при своем росте за 180 я сижу не в самом нижнем положении. При этом над головой у меня еще остается запас пространства. Ну и, наконец, самая приятная особенность – здесь есть подпор коленей. Причем регулируется он как в продольном, так и в вертикальном направлении. Это очень практично. И раз уж и речь зашла о практичности, самое время проверить кроссовер с этой – хозяйственной стороны. Это окраина Любляны, столицы Словении. Место это называется BTC-центр и формально это один из крупнейших в Европе торговых центров. Хотя правильнее было бы считать это место торговым городом. Благодаря удачному географическому расположению за покупками сюда приезжают не только местные, но и жители Хорватии, Италии и даже Австрии. Здесь продается буквально все – от галстуков и кроссовок до холодильников и мотоциклов. Найти более подходящее место для испытаний грузовых возможностей кроссовера просто невозможно. Багажник у Моки, конечно, больше, чем у Корса. Здесь 356 литров, а не 285. При помощи манипуляции со спинкой заднего сидения грузовой объем можно увеличить до 1472 литров. Но для этого, во-первых, придется куда-то деть полку, во-вторых, зайти со стороны салона, потому что, оперируя со спинкой заднего сидения отсюда, со стороны багажника, можно запросто испачкаться о бампер. Есть и хорошие новости. Велосипед не будет препятствием для вашего шопинга, потому что и до совершения покупок, и после будет жить на своем отдельном выдвижном креплении. Помимо шопинга, Словения славится термальными источниками. Говорят, они обладают исключительными тонизирующими свойствами. Жаль, только проверить это не получится. Наше плотное расписание гонит нас все дальше и дальше. А согреваться и повышать свой тонус придется другими методами. Климат-контроль – это опция даже для дорогой версии Космо. Печка, надо сказать, старательная и довольно быстро превращает заснеженную Словению в жаркую Доминикану. Но оперировать мелкими кнопками тесного блока очень неудобно, особенно на ходу. Иногда нам приходится действительно напрягаться, отвлекаться от дороги, чтобы найти кнопку обогрева заднего стекла и зеркал, ну или кнопку обдува стекла ветрового. Ну и шумит печка изрядно, так что на начальных этапах ее работы приходится искать еще одну ручку громкости аудиосистемы, чтобы заглушить этот ветродуй. Ну и, наконец, здесь есть приятная особенность, свойственная всем «Опелям», вне зависимости от размера. И как раз эту-то кнопку очень легко найти. Она отвечает за обогрев рулевого колеса. Тем временем мы приближаемся к озеру Блед. Этот район Словении славится рекреационными зонами и туристическими маршрутами. Пора и нам съехать с асфальта. Ну, конечно, «Опель Мок» – это не внедорожник. Бампер висит очень низко, и фактически его конфигурация определяет клиренс. Здесь всего сантиметров 15 у некоторых легковушек, и то больше. Но тест есть тест, и нам придется проверить, уж если не внедорожные, то как минимум внеасфальтовые способности. Когда инженеры берутся строить кроссоверы на легковых платформах, им приходится распутывать целый клубок противоречий. С одной стороны, кузов нужно поднять над землей, а это означает повышение жесткости пружин и амортизаторов с соответствующими печальными последствиями для плавности хода. «Опелевцы» решили за клиренс не бороться, и теперь от противоречия разрывает мозг водителя. С одной стороны, неплохая энергоемкость позволяет смело бросаться вдаль погрунтовки, а с другой – нужно помнить о бампере. Иначе лесная прогулка неизбежно закончится кузовным ремонтом. Что же до полного привода, то он здесь, разумеется, подключаемый. За передачу крутящего момента на заднюю ось отвечает муфта «Борг Ворнер». С работой она справляется, но злоупотреблять диагональными вывешиваниями и дрифтом на скользких покрытиях категорически не рекомендуется. Перегрев муфтой обернется дорогим ремонтом, который гарантийным точно не будет. В общем, асфальт из-под мокки лучше не выдергивать, иначе получается не езда, а сплошное мементо море. Вывод таков – ездить вне дорог с твердым покрытием на мокке можно, но только аккуратно. Впрочем, если ездить аккуратно, то вообще никакой кроссовер не нужен. А мы движемся вперед к новым испытаниям. Впереди Австрия – страна горных лыж. Займемся и мы горными дисциплинами. Правда, у нас будут не только спуски, но и подъемы. В отличие от машин с турбомоторами, у этого кроссовера не электрический, а классический гидроусилитель. В теории это означает более понятное рулевое управление, а значит и больше удовольствия от общения с ним. Руль, надо сказать, и вправду, на удивление прозрачный. Точно чувствуется и градус, на который поворачиваются управляемые колеса, и момент, когда они начинают соскальзывать с траектории. Проблема только в том, что руль, несмотря на эту информативность, очень легкий. Поэтому возникает такое ощущение несерьезности происходящего, как будто ты за рулем не настоящего автомобиля, а игрушечной машинки. Зато практически бесполезный при внедорожных упражнениях полный привод может очень даже пригодиться при активной езде по асфальту. В случае проскальзывания передних колес, задняя ось – последний шанс на достойный выход из сложной ситуации. Впрочем, чтобы попасть в такую ситуацию, нужен подходящий мотор. Но вот этому четырехцилиндровому агрегату похвастаться особенно нечем. В моем распоряжении 140 лошадиных сил и всего 175 ньютон-метров. Это даже меньше, чем у мотора 1.4. Мотор 1.8 из семейства Экотек ставится и на компакт-вен Chevrolet Orlando, и на Астру, и на модель того же гольф-класса Chevrolet Cruze, и даже на машину из более взрослого сегмента – солидный Opel Insignia. Но ни в одной из своих ипостасей этот двигатель так и не заработал репутации особенно зажигательного. Мотор, конечно, старается, но все равно такая динамика понравится только велосипедисту. Экономичным этот двигатель тоже назвать нельзя. Заявленный производителем расход топлива – 10,7 литра на 100 км в городе и 7,9 на загородной трассе. Но в реальной жизни на европейском автобане бортовой компьютер фиксировал расход больше 12 литров. И все из-за не совсем автобанной настройки силового агрегата. Вообще, конечно, нельзя назвать этот силовой агрегат неудачным. Мотор и коробка прекрасно ладят, коробка вообще очень старается. Здесь есть даже ручной режим. Чтобы воспользоваться, нужно перевести селектор в самое дальнее положение, ну и после этого оперировать качающиеся клавиши на торце селектора. Правда, ну, переключаешь ты на передачу ниже. А крутящего момента-то нет. Так что все это не более чем развлечение для зимнего периода. Да, можно тогда тормозить двигателем, и в этом, наверное, есть какая-то польза. Но вообще здесь отчаянно не хватает лепестков на рулевом коллексе. Итак, почему же стоит предпочесть атмосферный мотор 1,8 более старательному турбоагрегату 1,4? Существует целых два ответа, хотя многим хватит и первого. Этот первый таков. На сегодняшний день только атмосферный двигатель дружит и с автоматом, и с полным приводом одновременно. И так будет до тех пор, пока инженеры «Опеля» не подготовят для нашего рынка дизельную версию с такой же шестиступенчатой гидромеханической коробкой и колесной формулой 4х4. Второй ответ станет актуальным года через три после покупки нового кроссовера, когда придет время с ним расстаться. При отечественной идиосинкразии к турбонаддугу машина с атмосферным двигателем меньше потеряет в стоимости и точно будет более ликвидной. Но даже это обстоятельство не делает «Мокку-1,8» мечтой путешественника. За два дня мы проехали с «Опелем Мока» около 700 километров. Это не бог видеть, какое дальнее путешествие, но определенные выводы сделать можно. Вывод первый. Ни в коем случае не покупайте для дальних выезжей машину с автоматом. Он замучает вас бесконечными и бессмысленными переключениями. Вывод второй. Если вы любите своих друзей и родственников, пожалуйста, отправляйтесь в дальние путешествия поем. Тогда задний диван, на котором, конечно, может разместиться взрослый человек сидя, но все-таки лучше его использовать для посменного отдыха в полугоризонтальном положении. Ну а во-вторых, здесь можно хранить разнообразные гаджеты. Тут для них есть даже 220-вольтовая розетка, чтобы их можно было заряжать. Так что гаджетам здесь будет гораздо комфортнее, чем людям. Ну а самому Opel Mokka гораздо привычнее жить в черте города, чем за ее пределами. Что же до горожан, то Mokka им уже нравится. Иначе откуда такие бодрые продажи автомобилей с турбомоторами? Новый двигатель покупателей точно не отпугнет. Даже несмотря на то, что с таким мотором за самыми мощными версиями конкурентов не угонишься. А что же делать поклонникам дальних путешествий и более динамичного драйвинга? Ответ прост. Ждать появления дизеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА